Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео мы разберем тему, можно ли удалять татуировки диодным лазером для эпиляции. Поехали. Ко мне обращаются пациенты, которым кому-то случайно, а кому-то сознательно воздействовали на их татуировку либо татуаж диодным лазером. Диодный лазер используется для эпиляции, и почему-то часть специалистов не знают, что этим лазером нельзя заходить на зоны татуировки и татуажа. А другие специалисты почему-то сознательно считают, что этим лазером можно удалить тату. Поэтому давайте сейчас разберемся в чем разница и почему такими лазерами нельзя воздействовать на татуировки. Итак, диодные лазеры, которые используются для эпиляции имеют длину волны 808-810 нанометров. Сейчас появились модели с длиной волны 755 нанометров и 1060. И все это диодные лазеры. Они излучают очень мощную световую энергию в одной длине волны и с плотностью до 100 и более джоулей на квадратный сантиметр. А это очень большая плотность энергии. Такими лазерами можно разжигать костры. Надеюсь, пожарная сигнализация у нас не сработает. И эти длинные волн очень хорошо поглощаются искусственными пигментами татуировки и татуажа. Но это не означает, что будет происходить такой же эффект удаления, как и от неодимовых Q-switch лазеров или пикосекундных лазеров. Длительность импульса у диодного лазера исчисляется миллисекундами. И чтобы была понятна разница между буквами НС наносекунда и МС миллисекунда, то они соотносятся так. Одна миллисекунда это миллион наносекунд. То есть есть кардинальная разница и эти импульсы никак нельзя сравнивать. Что происходит, когда диодный лазер воздействует на искусственный пигмент татуировки? Длительность импульса такого лазера в миллионы раз превышает время термической релаксации частиц искусственного пигмента. А это означает, что частицы пигмента просто транслируют эту энергию в ткани, разогреваются, но с ними не происходит разрушение как такового. Частицы пигмента раскаляются и тем самым передают энергию окружающим тканям кожи, что приводит к перегреву и формированию сильных ожогов. Поэтому если вы специалист, то пожалуйста, примите этот важный факт к сведению. Диодными лазерами нельзя воздействовать на татуировки и татуаж. Даже приближаться сильно не стоит к областям с искусственным пигментом, чтобы исключить случайное воздействие. Если вы пациент, то пожалуйста, предупредите вашего специалиста, что у вас имеются татуировки или что у вас есть татуаж, чтобы ни в коем случае во время процедуры даже случайно не заходить на эти области лазерным эпилятором. Один из кейсов. Пациентка, которой специалист сознательно предложил. А давай мы тебе татуировку пару раз пройдем лазером во время эпиляции, заодно и осветлим ее. Вот тут как раз и кроется проблема. Происходит формирование мощного ожога на этом месте и результат, какой получится на этом месте рубец или будет нарушение пигментации или какой-то видный след, уже зависит от процесса заживления и восстановления тканей. Поэтому я настоятельно призываю специалистов разбираться в технике, параметрах, способах воздействия и ограничениях того оборудования, которое вы используете. А пациентов я призываю быть бедительными и выбирать качественное оборудование и действительно специалистов в области лазерной косметологии, которые понимают, что они делают и не являются случайными людьми в индустрии. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микряков.